Девушки отдыхают 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 Воскрес! Иисус Христос Воскрес! Аллилуйя! Ангел воскресил с небес! Аллилуйя! Радость наша велика! Славя небо и земля! Славя Господа Христа! Аллилуйя! Будет воспринимать Христа! Аллилуйя! Смерть уже побеждена! Аллилуйя! Он не прочь, чтобы нас спасти! Небо Богу привести! Смерть нас Богу привести! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Смерть нас Богу привести! Смерть нас Богу привести! Смерть нас Богу привести! Смерть нас Богу привести! Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Ал Славь Творца Небес, торжествует все вокруг Иисус Воскрес. Торжествует все вокруг Иисус Воскрес. Песня милости Христа, пьет живым ключом, Спящий друга с навастань, и Господь в салон. Спящий друга с навастань, и Господь в салон. Звучит торжественно оркестр, под леса и воду. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Никует вся природа. Звонко капают капели возле нашего окна, Птицы весело запили, в гости Пасха к нам пришла. Песня милости Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Песня милости Христос Воскрес, Христос Воскрес. Песня милости Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, залупаю. Дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Возвожу мои очи к горам, возношу свои руки к небу. Я познал, что Господь велик, ты на земле и в небесах. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, залупаю. Дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, залупаю. Дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Укажи мне пути твои и научись детям твоим, спасите. Ибо ты, Бог, спасение моего, и на тебя надеюсь я. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, залупаю. Дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, залупаю. Дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Теплые слова хочется сказать в этот день самым дорогим для нас, мамам и бабушкам. Мамочка милая, мамочка добрая, самая лучшая ты у меня. Ты, мой Солнышко, я, Катюша, у нас косогрей меня. Если не слушаюсь мамочку добрую, то наказание сразу несу, чтобы я знал, что значит добрая и что недобрая для меня. Ты научил нас, помните, Господи, наставляешь нас жить, не шарит. Благодарим тебя, милая мамочка, будем всегда на тебя видеть. С первых несчастливого мгновения С той поры, как жизнь стал понимать, Лучше моим другом утешенья Для меня была, конечно, мать. И пусть летят года, где любил, милая мама, Я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, За любовь и доброту твою. Сколько ты ночи не расцвела, Милой сохраняя и покой, Часто родной молясь рыдала, Чтоб благословил отец благой. И пусть летят года, где любил, милая мама, Я тебя за все благодарю. За все годы прожитые с нами, За любовь и доброту твою. Помоги, спасибо, Пензינה. Нам достойно матери из них, На что с детством к Богу приводили На учortи импереди любви, И пусть летят года меделью белой, мама, я тебя за все благодарю, за все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Бабушку милую очень люблю, клетка за щелью ее обниму, тихо на ушко спасибо скажу и посвящение ей подарю. Будет вечером у нас и тепло, и уют, эта бабушка у нас самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. О Христе расскажет нам, если я попрошу, иногда накажет нас, если заслужу. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Ныне Христос воскрес, смертью, смерть покорят. Господа восхвалять, пуста гробница Христа, Через победы Его к тебе победа дана. Силит духа, иди не бойся, враг души поражен. Весь благую неси, дьявол Христом побежден. Празднув великий день, новую песню порт. Хвала, Аллилуйя, Он жив, Он с тобой, Он любит тебя. Почему все эти люди забрали сегодня тут? Почему все эти люди так жестуют и поют? Потому что в это утро, много-много лет назад, Иисус восстал из гроба, победивший смертью Ад. Он пришел на землю с неба для спасения людей. Вас любил Он сильно-сильно, всех износов и есей. Все? Не работает, Макрохозов. Не говори. Говорил он правду людям. Я призывал давно всех, чтобы к Богу обратились и не стали делать грех. Я того страдал спасительством. Почему его распяли люди грешных загранили, что я не узнал, у меня в посетителях не скажет. Потому что эти люди не победили его. Им не нужно было светлый вечер, они любили. Для того страдал спасительством, чтобы к Богу обратились и не могли прийти. И укрой его грехи, и очищение найти. И сегодня, в пользу и многих помню песню. О Борисе, О Борисе, О Борисе, О Борисе, О Борисе, О Борисе. О Борисе, О Борисе, О Борисе, О Борисе. О Борисе, О Борисе, О Борисе. Субтитры создавал DimaTorzok И вы сядете Девочки День радостный Батя и Христовы Для взрослых всех и для ребят Мы про Алёнушку с Иванышкой Расскажем вам на новый лад Отсюда урок извлеките Познайте премудрость и знак Христос наш Единый Учитель Мы с ним начинаем Итак Жили-были в одной деревне Домики с расписными ставнями Папа и мама И было у них двое детей Алёнушка Да вранец Иванушка Дело было перед самой Пасхой Доченька, мы пойдем в храм Включи яички освещать А ты дома приберись Да за братцем пригляди Одного его не оставляй А вечером мы все вместе На праздничную службу Пойдем к Пасхе Я тебе для праздничка Платочек припасла Хорошо, батюшка Хорошо, матушка Я все сделаю Только папа с мамой ушли В окошко уже подружки заглядывали На улицу зовут В горелке играть Выйди, выйди Из ворот, из ворот Поиграем в хоровод На работе Нет, подружки Не могу, не могу Братца вами берегу Стерегу На беременности Серый кот Серый кот Пусть он вами бережет Стережет Серый котик Поскучай, поскучай Братца вами покачай Покачай Не удержалась, Алёнушка Позабыла, что и папа С мамой говорили Ты посиди здесь, поиграй А я к подружкам сбегаю Да и дома еще не прибыла Ничего, успеем Я быстро Гори, гори, ясно Чтобы не погасло Погляди на небо Звезды коля Шуравли кричат Раз, два, не подрой А беги, как огонь А в это время Налетели гуси-лебеди И схватили Иванушку И унесли Иванушка, Иванушка Где ты? А, гуси-лебеди Это они у меня все Моего братца Я их догоню Бежит Алёнушка по лесу А куда бежит сама не знает Видит на пути дайчонок Алёнушка, помоги Мне за носу лапку попало Болит лапка Ходи и моргут Вот, вот еще некогда мне У самой беда Бежит Алёнушка дальше А навстречу ей недвижонок Алёнушка, помоги Я запутался все эти ловчие Вот еще некогда мне У самой беда Бежит она дальше Бежит по лесной опушке Видит цветочек маленький расцвел Милая Алёнушка, помоги Отодвинь камеру Дай мне к свету Божьему К солнечку предалёт Вот еще некогда мне О вас думать Бежала так Алёнушка, бежала А куда бежала сама не знала Совсем заблудилась, устала А вокруг деревья стеной стоят И всплывалась Алёнушка Села на пенёк, да и заплакала Бедная я, несчастная Никому не нужная О, бедная я, несчастная Почему ненужная? Нужная Алёнушка Нужная и Господу Богу И Пресвятой Богородице А вот насчет того, что бедная Это несчастная Это верно Потому что тот, кто своих близких Забывает и бросает Тот сам себя несчастным делает А кого я бросала? Весь день с подружками в горелке играла А потом по лесу бежала А вот они, три твоей сестры Пришли по грузкам Кто вы? Вспомни, Алёнушка, с чего начались твои беды? Что тебе матушка с батюшкой наказывала? Убраться дома, да за Иваночкой смотреть Ах, что я наделала? Не послушала Вот ты меня и вспомнила Именно послушание Послушание — это святое дело И скорый путь к спасению Алёнушка, а когда тебе зайчонок, медвежонок Цветочек о помощи просили Ты им помогла? Стыдно мне Никому я не помогла Не милосердно ли я? Вот и меня вспомнила Имя мне — милосердие Милость самого Бога делает А я, Алёнушка, первая твоя помощница Никогда не забывай меня Имя мне — молитва Молитву и Господь с Богом соединяется А я тебя сразу знала Ты мой ангел-хранитель А тебе мне мама много раз рассказывала Прости меня, мой светлый ангел-хранитель И помоги мне В белом небе высоком живут Богу Всевышнему славу поют К небу возносят молитвы людей Сладкие грезы детей Господи мой, сердце открой Дай мне услышать ангельский хор Господи мой, сердце открой Знаю, ты Бог живой Ангела Бога срывает с небес Для возвещения Божьих чудес Верну и радость приносят они Весники Божьей любви Господи мой, сердце открой Дай мне услышать ангельский хор Господи мой, сердце открой Знаю, ты Бог живой Иванушка Аленушка, груз и лебеди Посадили меня на лужок А сами детей на озеро Ваду и на пицце Сейчас они вернутся Не бойся Мы будем по дороге ангелу-хранителю Молиться А им Господу Богу Спричитой Матери на помощь призывать И побежали Аленушка И братец Иванушка в обратный путь А по пути все дела исправили И цветочку помогли И медвежонка из беды выручили И про зайчонка не забыли Прибежали они к родительскому дому Перед батюшкой и матушкой Во всем поменились и покаялись Простите меня, батюшка и матушка Возблагодарили папа и мама За то, что их дедушки живы и здоровы И доченьку свою простили А с тех пор Аленушка Очень послушной стала А если кто о помощи просил Всем помогала Никогда мимо не проходила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе я очень-очень рад Пусть проходят дни, пролетают года И приходись скорей, здесь жду тебя Пусть проходят дни, пролетают года И приходись скорей, здесь жду тебя С тобою, друг, с тобою, брат Тебе я очень-очень рад С тобою, друг, с тобою, брат Тебе я очень-очень рад За руки возьми, скажи добрые слова Здесь твои друзья, здесь твоя семья За руки возьми, скажи добрые слова Здесь твои друзья, здесь твоя семья С тобою, друг, с тобою, брат Тебе я очень-очень рад С тобою, друг, с тобою, брат Тебе я очень, очень рад. Тебе я 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 очень рад. И как в прежние дни. И как в прежние дни. Убиваясь небесными росами. Раславляем тебя за любовь и за милость Твою. Оstro가. Христос наindca. В Aerogus. Христос наints. Если кончено. Я объявления еще επιpr 같아요. Все? Все. Все. Объявление маленькое. У нас по программе дальше. У кого есть машины. Полная машина на милости «питишек». А мы на новой купленной машине, в сторону «окорчена». Там 1.3 км. Есть и направо «долога». Там у меня очень сильные воспоминания, в 6 лет я там был, когда отец вернулся с фронта, и у меня все в книге записано. И я там скажу вам слово. Слово очень важно. И на луне к природе погодите, и потом это сделать уже сейчас сразу. Выходите на свою машину, набирайте. Больше норма, тут милиции нет. И мы тут немного погодим, потому что мы уже будем готовиться уезжать. Боржу-то торопиться. Если ничего нет, ну, главное, которое замечали, вот я смотрю, даже сейчас я говорю, дети сидят, продолжают друг с другом разговаривать. Понимаете, это не просто недостаток. Это катастрофа воспитания. В первую очередь, учители, родители. Вот они выступали сейчас. Они сели, и уже никого не слушают. Они между собой разговаривают. Трое вышли на крыльце, стоят, разговаривают. Что угодно делать. Ни один японский школьник так себя не ведет. Так ведет себя нация, у которой нет единства, у которой нет интереса в жизни. И он первый, кто рядом, он за него сидится и думает, что это скажет. Люди столько готовились. Вот учителя Елена Анатольевна столько времени проводили. Я даже попал тут, когда готовились они. Экспериментировали себя. Это надо все иметь в виду. И он даже сидит, что-то показывает, что сняли. И это надо сейчас, вот сейчас рассмотреть. Ну, дома придешь, это не ты делаешь, это сатана все делает. В мозге спихнул, вот так вот. Даже если дома радио говорит, я слышал выступление, а вы не слушайте, выключите, это неуважение к тому, кто говорил. Дальше приучает к невнимательности. Это на уроках ты такой же рассеянный. Ты не слышишь учителя. А учитель, чтобы преподать, он должен купить учебник. А учебник написать, это история всего мира. Кто-то исследовал, написал. Поэтому ученики опустошенные растут. Это среди верующих. Я говорю о тех, которые здесь сидят. Он сейчас сидит, и он минуты не может его всего колежить. Не все, конечно. Вы имеете в виду, что если Христос воскрес, и нам дарует воскресение, ну, из мертвых воскрес, вот и мусульмане говорят, духовное воскресение должно произойти. И не завтра, а сегодня. Мы сегодня должны быть другими, чем утром были, чем она были. А то Христос воскрес, по привычке можно говорить, простите Христа ради, а о Христе совершенно не думать. Поэтому я прошу, отложите все дела. Такого у нас не было. Деревне 21 год. Поедемте вместе. Я вам покажу место, где я был в 6 лет. И какие у меня тогда были мысли. А дальше я скажу небольшое слово о тех людях, которые воскресли. Дописано, когда Христос воскрес, и многие воскресли. А у них проповедей вообще нет. И они явились возле той град. Что с ними было? Кто они такие? Ко мне на днях пришел один человек и говорит, мне назначили в вашей общине, и говорит, проповед, наши братья. Какое мне проповед сказать? Я говорю, возьми вот это место. Матфея 27 глава. Это тема совершенно закрытая. А что сказать? Я ему стал говорить, и он у него же теперь звонит, не звонит. Я материалы там ищу. Это нехоженная тайга. Что это за люди? С чем они занимались в пришли в город? А если бы это я был? Вот у нас в городе Поголовник случилась такая пробоина большая. Погиб мэр города. Это не просто был мэр, а один из лучших в России. Десятку лучших поделал. Баварин Владимир Калаевич. У меня были близкие отношения. Вот эти дома получил я благодаря ему. И вдруг он погиб. И куда спешили? Теперь уже ничего не возьмешь. Мне прокурор Края, генерал-лейтенант, мы встретились, он с такой печалью говорит, да какой он имел право ехать туда на какие-то те соревнования. На нем столько не село. Я был на годовых его отчетах, и спросили, ну и как? Городская администрация. Это специалист, бывший партор моторного завода. Он знает каждый душе, как подойти. Я говорю, он бы теперь воскрес. И ему бы ничего не стали говорить. Теперь он там все видел, он больше меня знает. А сказали бы, жили, как живет лапками Игнатий Тихонович. И тогда ты будешь еще жить на земле. Вот обудься, одеться, и вот так идти в мир, идти проповедовать. Он с этой славой пошел бы или не пошел. У него выбора-то никакого нет. Это я говорю городской администрации. А ты знаешь, Владимир Николаевич, одеться как вы, оборвотом, так и мы. Я говорю, я босиком в городе хожу. Я босиком прихожу в краевую администрацию, босиком в краевую администратуру. Для меня нет таких правил приличия. Я дитя природы. И здоровье у меня столько, что ни одной таблетки не съел. Оно все здесь от земли питается. Так вот нам нужно помнить, если бы я умер и воскрес, явился в святой град и во святую деревню, что бы я людям рассказал. В житиях святых это все сказано. Прошу, поедемте, я вам все там расскажу. Я от себя хотел поблагодарить, кто участвовал. Сколько здесь труда заложено, я это очень хорошо понимаю. Потому что нынче будет 40 лет, как я начальник детского православного лагеря. Сколько приходится в каждую душу вкладывать. Я хотел немножко еще сказать слово. Где у меня Вася здесь? Войди сюда. Это к слову подошло. Это Флотников Василий. Его отец Дмитрий здесь был. Мать у него гречанка Куймчиня. Она уехала в Грецию. И он здесь, значит, поступил в университет. Ну, в прошлом году. Первый курс заканчиваем. И где его жизнь была? Баба, Серафима, встань на минуточку ко мне. Баба, я прошу тебя, послушай себя. Пожалуйста. Встань, пожалуйста, выйди. Батюшка говорил, что, как будет. А она решилась и говорит, для меня смысл жизни теперь появился другой. Понятно? И он здесь. Скажи, Вася, тебе жаловался? Ну, подложись. Нет. Нет. Понятно? Это нас так сроднило, вот это совместно. Мы встаем сюда в 4.40 утра. Вместе молимся каждый день. Вместе читаем Библию, Ветхий Новый Завет, Толкование. Днем несколько раз на молитву становимся. Это я вам все расскажу. Вы, дети, растете. Это настоящий будет христианин. В нем такой мощный сегодня заряд, закат получен здесь. Он сам на себя смотрит с удивлением, каким он был. Я говорю, а как с бабой? Отличное отношение. И с родителями у него везде все отлично идет. Я благодарю бабу, что ты помогла, что он у меня находится. Храни вас, Господь. Спасибо, Вася. Ты скажешь, что я могу сказать? Плохое, хорошее. Ну, жалобы есть у меня какие-то? Обычно у меня, когда уезжает ребенок из лагеря. Ну, а в лагере-то у меня порядки такие, если они не слушаются, то я и накажу. Я делаю так. Между мной и ребенком, в который уезжает, стоят родители. Бывает отец, мать и бабушка. Я говорю, теперь ты меня не боишься. Тут большая прокладка. Два-три человека. Говорит, тебя наказали хоть раз. Ни за что. Все до одного. За сорок лет ответили, никогда. Теперь скажи, ты обиду на кого-то держишь? Ко всему лагерю обращаются. Вы на него держите? Нет. Уезжай все мирно. Мы хотим отсюда уехать мирно. В этот воскресный день мне выскажите недовольство, пожелания какие-то. Тем более, вот мы живем с Васей, он снимает у нас Володя. Дай-ка я поверну тебя, чтобы увидели русского человека. Вот. Это Володя Пащенко. Он тоже со мной живет, уже не первый год зиму. Зиму он готовит. На кухне, он сейчас уедет, придется мне готовить тогда уже. Остаемся мы двое с Васей. Видите, у каждого свое. Это маленькое дело. Мы не ошибаюсь. В библиотерском клубе не участвуем. Но у нас своя жизнь. Это маленькая мозаика будущего века, которая здесь закладывается. Прошу. Если кто желает, давайте коротко поблагодарим Бога. Выйдем по машинам и съездим, куда я прошу. Вы никогда не пожалеете этого. Отец и Екатерина. Слава тебе за чудную победу твою над врагом душ человеческой. Что ты умер за нас, Христос, и воскрес для нашего оправдания. Что ты нам даровал святую Библию и толкование святых отцов. Как мы счастливы, что находимся в православной мире. Сохрани нас от заблуждения, от различных ересей, расколов, от всего, что не славит тебя. Определи, где мы должны быть. Расположи сердце митрополита Иллариона к нам. Чтобы они позаботились о нас. Благослови предстоящие время и встречи со священниками Московской Патриархии. Чтобы мы не потеряли единую свободу, которой мы пользовались здесь 21 год. Благослови нас, Владыка, и место сия, и живущих. И продли жизнь настоятеля отца Иоакима на радость людям. И на благословение и прославление твоего святого имени. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Друг. Аминь. Аминь. А что там будет здесь?